Привет тебе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, тема сегодняшнего разговора Эта вводная часть заканчивается про Вишну, про Господа Вишну Про обитателя Вселенной из далеких потусторонних Вселенных Сразу хочется напомнить, что у почитателей жестких щетин На бровях, ресницах, бородах Усах, щетинах прямых висков, щетинах усах Клонированных однотипных стрижек Шив бездушных манекенов Наподобий, подобий под манекенов Под меди и телесферу Под секс-услуги И тому подобное С начала деятельности Видеодневника Стало известно о почитании волос Шивы Щетины манекена Ма-суль-ма-на-ми Они тайком молятся Шиве Бездушному манекену Его бездушным щетинистым бороде Бездушным щетинистым усам И бездушным щетинистым ресницам А также бездушным Наполнителем носа Они тайком молятся Этому произведению искусства манекен Парикмахерского Или медицинского Кто занимается врачебной деятельностью Или татуировки Кисти есть такие Для татуирования Еще используют кожу свиней И используют манекены Они тайно ведут с ним переписку С помощью символов Математических и геометрических Эти приматы Из Лама Тайком мечтают сделать Шиву А также Вишну Кришну Ганеши Кали И весь спектр богов Индии Своим господом Единым Которым они называют Аллаха Они не различают Ни Вишну Ни Кришну Ни Ганеши Ни Кали Ни Вишну Ни Шиву Они называют его Просто Либо Шива Либо Пользуются Перепиской И ресницами Бородами Щетинами Усами Прямыми висками И наполнителем Кончика носа И также подносом Они считают Шиву За своего отца Аллаха И очень за него Переживают Тайно мечтают Сделать Шиву Образом Аллаха И с помощью Жестких щетин На бровях Лице Продолжать Искать чужой страх В частности У таких Славяно-русских Амуниций Как моя Моя амуниция Всячески Портить мою амуницию С помощью своих Неверных Женщин Также Всячески С помощью Переписки И своего Дальнейшего характера Портить Такую амуницию Подобно мне Остатками волос Чужих брашинг Расчесок Я хочу заметить И сказать Что у мусульман Есть только Шива И Ганеши Шива для того Чтобы Искать чужие страхи И будоражить Собственного Так называемого Отца Господа Единого Это может быть Адам Это может быть Шива Манекен Болванка Медицинская Или болванка Татуировочная Ганешим дан Для подобной Моей амуниции Которая сейчас Выглядит В непотребном виде С остатками волос С брашинга Женских расчесок Также Ганешим дан Чтобы носить Скомканные Сырые одежды Ганешим дан Чтобы топтать Фекалии И Ганешим дал Для своего Невежества И тому подобного Родой деятельности И их письменность Из Корана Их буквы Это всего лишь Их маленькие Черные волоски С бездушным Манекен Головы Шивы Эти волоски У них Задвигались Когда изобрели Первый Портотипный Йога Мобильный Инструмент Задвигались Они у них В различном Направлении И по всему Телу Это их Буквы Это их Коротенькие Ноги Они Их Не Уважают И Молятся Чужому Богу Индии Которых Много И они Их Не различают Они Рождены Под Счастливой Звездой У каждого Ма Суль Ма Нина Есть Счастливая Звезда И они Поклоняются Еще и Этой Счастливой Звезде Вечно Молодой Вечно Ищущий Страх С помощью Шивы Бездушного Манекена Думаю Не лишним Напомнить О сценке Из фильма Миллионер Из трущев Где Индусы Оскорбленные Масуль Манами Будут Избивать Бегут Избивать Тех Палками За их Непочитание И непочтительное Отношение К древним Пантеонам Шива Ганеш И Других Девов А также Большинство Историй И мифов Раскрывают Природу Всепроникающих Нитей Пульсов Импульсов Тока Поскольку Вишну Пребывает Во всех Живых Существах Это уже Вторая Часть Видеоролика Лекции Про Последние Дни Моей Жизни Уже Сказано Итак Большинство Историй И мифов Индуизма Раскрывает Природу Всепроникающей Энергии Нитей Импульсов Импульсов Тока Которые Проникают И даже С помощью Переписки Символичной Переписки Математической Переписки У меня же Переписка Идет Литературная С помощью Нитей Импульсов Тока Впиваются По Моей Профессии Связанной Все С волосами С волосками И Руцы Дреды Для меня Это связь С космосом Связь С космосом Который Находится Не где-то В небе А окружает Мое Тело Свыше Ауры Поскольку Вишны Пребывает Во всех Живых Существах Существо Что такое Это Ценный Ресурс Который Обитает Во плоти Воспроизводится Транслируется Внутренними Правителями Тхармами Эта плоть Воспроизводится Транслируется Внутренними Правителями Тхармы Это как встает солнце Так и начинает движение С каждым движением Моей головы Встает солнце В очередной раз Тхарма Это Врожденное Чувство У плоти Которое Наполнено Ценным Существом Существом Тхармы Бывают Основные Фундаментальные И прикладные Приобретенные Либо насильно Накладочно Это Первая часть Видеолекции Это Такими Приматами Это делается За счет этого Следует Целая цепь Чужих жизней Целая цепь Недоразумений Эти накладки Это безумные действия Вот именно Тех людей Которые 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 Множат Уже Копии И уже Подобии Какую Тысячу лет Какой Тысячи день Воплоти Обиталище Существа Существо Угасает И воспроизводится Каждый миг Как встает солнце Так и заходит Я поднимаю голову Солнце Заходит Опускаю голову Он Существо Он Вишну Он Вечный Он Неизменный Он Противостоит С Шивой И не заканчивается Их Противостояние Это Жизнь Лакшери От Вишну И Аскеза От Шивы Внутренний Свидетель Дхарма Живет Воплоти Землян Которые На различных Сферах Восприятия Воспроизводят Своё Предназначение Только Воплоти Пока Есть Топливо Пока Не заблокируют Данную Плоть Моему Скелету Вишну Дают Энергию Чтобы Двигаться Чтобы Вставать Каждый День Чтобы Произносить Слова Фундамент Есть Фундамент Это Трайбл Это Дхарма Это Обиталище Существа Воплоти Основная Фундаментальная Дхарма И Прикладная Приобретенная Насильно С которой Приходится Работать Это Называется Карма Фундамент Есть Фундамент Плотный Материал Пространство Вселенной Вишну Есть Вишну Для Вишну Нет Идеологических Различий В образе Жизни В деятельности Жизни Во внешности Землян Обитателей Землян Будь то Это Четвероногая Кошечка Либо Двухногий Работающий С дхармой С дхармой Землянин Для Вишну Нет Никаких Идеологических Различий К примеру Как Для В начале Видеоролика Сказанного Божества И Даже не Божества А Выродков Его Бог Различий В Жизненной Философии У Вишну Тоже С этим Нет Проблем Он Не будет Обращать Внимание На Всякие Мелкие Неурядицы Для Него Все Являются Его Природой Природа Его Всевышнего Пространства Откуда Он Пришел Его Природа Всевышнего Пространства Которое Нам Кажется Вечным Необъемлющим Космосом Ради Которого Люди Строят Обсерватории Открывают Новые Науки Изучают Старое Модернизируют Старое Вишну Отозвращает Тот Мир Со Своей Мирской Откуда Он Пришел Это Приземленный Без звезд Без особых Чаяний Пространства Мир Что это Значит Для землян Для отдельного Разумного Персонажа Кто разделяет Это положение Вещей Что даже У Бога Вишну У Бога Ночного Неба Это значит Что в ближайшее Время Вишну Благословляет Тех Кто улучшает Жизненные Деятельности Своей Плати В которых Обитает Существо Воспроизводит Борьбу Здесь даже Шива Играет Правую руку Вишну Это борьба С безумной Машиной Шивы Безумным Манекеном У которого Даже Глаза Радужка Глаз Белки Глаз И все Что связано С олицетворением Животной Части Ганеша Шивы И всего Пантеона Все что Есть На самом деле Все что Замечено Это бездушная Болванка Придуманная Игра Масульманами Их буквами Из их Книги Их коротеньких Ног Их оволосения Которые Безумно Торнадо Вихря Перемещаются Как Подобие По телу Человека Или В тех случаях Примата Настоящего Примата Который Не знает Положение Вещей И не знает Кроме того Как пользоваться Этой электронной Книжкой И Проводить время В конкуляторе Это значит Что в ближайшее время Вишну Благословляет Тех Кто улучшает Жизнедеятельность Жизнедеятельность Своего воспроизведения Вишну Благо Сопровождает Существо Которое Обитает Во плоти Которое Находится В землянах На Хорошую И успешную Деятельность В дикой Природе Это Особенно Заметно Когда Живешь Не в джинсах Когда Живешь Не в одежде Живешь В диких Условиях Приближаешься К той Колонке Которая Держит Этот обман Природы Что Все Есть Так Как Показали На Теле Экране Возникшее Желание Испытать Себя Побороться Со стихиями Стихиями Жары Холода Засухи Наводнений Стихий Снежной Зимы И Пришествия Просветления Наглядно А не в уме Можно это Заметить И Можно это Заметить У себя Вишну Ассоциируется С коровой Которая Дает Молоко Вишну Изобилует Топленным Маслом А что Для Наглядной Воспроизводительности Жизни Это Самое Топленное Масло Это Суета У Домашнего Очага Это Забота О своей Семье О своем Существе Которое Обитает Только Воплоти Возник Желание Испытать Себя Побороться Со стихиями Жары Холода Засухи Наводнений Стихий Снежной Зимы И тому Подобие Это и есть Вишну Который Голосит Своей Поверхностной Культурой О Своем Происхождении И о Своей Мирской Жизнью Вишну Ассоциируется С коровой Которая Дает Молоко Молоко Которое Никто Никогда Не Выпьет Вишну Изобилует Топленым Маслом А что Это Для Наглядной Воспроизводительности Жизни Это Это Забота И Суета Чаяния И Усилия Над Знаниями В Дикой Пище Для Тела Травы И Плодородия Это Плодородистые Кочки С Грибами Клон Дайк Вишну Связан С Молочным Океаном Глотательных Блаженств Естество Которое Четко Рассчитало Вес Существа На Килограмм Плоти И Никогда Не удосуживает Своей Лишним Весом Чужую Жизнь Чужую Жизнь Удосуживает Только Те Кто Читает Справа Налево Мысли Это Ма Суль Ма Ни Неродивая И Установила Ориентир Матери Природы Это Маяк Вишну Это Маяками Могут Служить Жизнь Аватары Вишну Кришна Который Был Простым Пастухом И был Доволен Своим Положением А те О Которым Я сказал В самом Начале Видеоколонки Видеоконверта Те Недовольны Своим Положением И Удосуживают Своими Лишними Весами Чужую Плоть Чужие Существа Вишна Кришна 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 Простым Пастухом Он Доволен Собой Он Никого Не Удосуживал Он Подобно Моей Плоти Моей Жизни Искал Себя В природе За это Его И прозвали Аватаром Вишну У него Брат Баларам Он Был Занят Праведностью Он Был Общественным Деятелем Он Занимался Защитой Животных Защитой окружающей среды, он защищал животных от убоя, он вел активную политическую агитацию, предлагал социальную мирскую справедливость всем людям, которые не согласны с Кришной. Считается до сих пор образ пространства бытия, связанный с плодородием, процветанием, успехом, с блаженством, питья из водостока с водой, которая содержит плодородистые водоросли. Что это значит? Это значит, что в этих водах находятся только растительноядные рыбы. Что еще это значит? Что для ортодоксальных вегетарианцев можно не бояться есть подобные водоросли. Описанная природа касается моей лично гипотезы о лично моей мирской жизни, о моем воспроизведении как Трайбл Хейр, как Хайрфакер среди иных земных воплощений. Еще раз хочется напомнить перед третьей частью, что канкуляторная переписка с моей деятельностью, моей воспроизведенной жизнью, моей мыслью, моей мирской жизнью, моей гипотезе о том, какая должна быть линия судьбы человека, никого не должна касаться, надо мной никто не стоит, мои глаза ни на кого не смотрят, когда кто-то надо мной стоит. Я с Богом не ссорюсь, особенно с Богом Хайрфакер. И этот Бог со мной тоже не ссорится. Ни один волосок, уже ни одно десятилетие с моей головы не поссорил меня с самим собой. Еще раз хочу сказать, что мой персонаж – это невыдуманный персонаж, это уникальный персонаж для жизнедеятельности, которая окружает мое тело. А. Это кто такой для тебя персонаж, который приходится стричься ко мне с намерениями разбить мне морду? Персонаж Б. Это мой персонаж. Это персонаж, который странно говорит о добре, всегда игнорирует и не признает зло, агрессию в отношении моего существа, который еще живет в моей живой плоти. В. Говорит о вере в Иисуса, имеет тягу к природе, любит животных и не употребляет их в пищу. Г. Мое земное, мое земное воплощение, такое земное воплощение рождается крайне редко, и с этим надо считаться. Интуиция, которая пребывает в моем сердце, в моем куху, или где бы ни находилось мое сердце, где бы ни находилось мое чаяние и озадачки, мое тело озадачено на тему распада роли, помехи, не дающие свободно шествовать по миру, кубарем, не продолжать свое бремя в виражах поклонников ма-сульман, которые видят мир справа налево, и в их счастливые звезды, под которыми они рождаются, которые давно с друг с другом перессорились. Д. Иисус – это немодная тема. Иисус для защиты добра и уничтожения зла. Такие, как мое тело, для восстановления дхармы годятся на ура. Иисус, чтобы восстановить погибшую дхарму, чтобы вновь заступиться за доброе деяние деятельности, за моменты, которые удаляют пороки и торжество извращения. Заботливо прорисованные счастливой звездой ма-сульман. Е. Подобный странный фундамент приходит после потери сознания, либо после хирургических вмешательств, либо после протезирования к уху, либо после удаления к уху, либо после хирургических вмешательств усыплений, либо после вмешательств психиатрических веществ, либо трансцендентным способом, трансцендентным разумным способом, ветреным и поспешным. Подобный разум и есть навскидку мое тело, моя плоть. И так, под томным звездным небосводом, под религией Вишну, под обители Вишну, есть Бог Вселенной, где все, что в ней содержится, возникает и угасает каждый момент. Есть его тело, из которого произрастает пуповина, импульсами, пшиками, произрастают в мозг. Эти импульсы напрямую связаны с глазами, на которых тоже растут маленькие волоски, но человеческое существо не может их увидеть. Этот пшик, этот импульс, это и есть внутренний свидетель, вечный правитель. Вишну сопровождает душу везде. Проекции небесных сфер, в проекциях небесных сфер, это дхармическое состояние, это основа, основополагающая жизнедеятельность Вишну. Или мирах ада, где существует различный пантеон богов Асур, где восстанавливается упадок дхармы. Пуповина, произрастающая в мозг, излагает философию героев, богов, мудрецов, лакшери, садху, аскетов, отшельников, индивидуумов, зародышей, которые плавают в римских, в мирских, македонских, манекенных, первозданных водах. Это то пространство, о котором будет идти речь. Всю мою жизнедеятельность, пока меня не заблокируют, как известных рудс, обитателей моего, моей точки земного стояния, случайно задетая жизнь в этой точке моим существом дала повод упразднить природу. Что имеется в виду под моим существом? Это плоть, которая восстанавливает дхарму и странно говорит о добре. Сто лет назад Вишну, Брахма, Шива воплотились в прямоугольную квадратную фигурочку, формочку, ящичек, ящичек, пшик. С помощью пшика этот ящичек включается. Это воплощение явилось пупком, источником информации для всех разумных существ. И даже для некоторых котов и собак, и даже для некоторых обитателей домашнего монолитного пространства. Пшиком, этим подрывником черных щетинистых предков, которые считают себя образованной перед моей плотью, которая полностью связана с жизнедеятельностью брашинг-расческов, расчесок, круглых расчесок, где их девушки, жены, матери оставляют свои волоски для меня. Пшиком, подрывником черных щетинистых предков, их брови, ресницы, бороды и усы справа налево под ихними импульсами начинают чесаться, перемещаться, перекодироваться, иными словами. Это началось сто лет назад. Импульсы, благодаря которым волосы задвигались по-другому, в другом направлении, а вместе с ними и все живые существа мира Вселенной. К примеру, если бы молодой отец, сто лет назад купивший этот ящичек под названием телевизор, насмотрелся бы его, и у него задвигались глаза и волосочки на теле по-другому, и он рождает вновь пришедшего, для вновь пришедшего этот мир становится воплощением фантазии и измененного кругозора, от которого захватывает дух проектора. Ящик вводит зрителя, бывшего читателя книг, в темы музыки, танцев, йоги, науки и этики. Это художественные фокусы, которые над мозгом проведены и озвучены на многие, на все языки мира. Ящик, пшика, подрывника – это формула «дверь Брахмы», корпус Шивы, начинка Кришны, транслирует землянам, служит мотиватором на завтрашний день, служит смиренным маяком на сегодняшний день. Ящик смотрят земляне, смотрят этот ящик они вместе со своими семьями или в одиночестве. Они выполняют отведенные им задачи, которые транслируют им этот ящик до гроба и будут уперто до гроба выполнять его, то есть свои чаяния. Они неразлучны и неразличимы с этим ящиком. То ящик на них смотрит, смотрит на мебель, утварь и тому подобное, то зритель смотрит на этот пшик-подрывник. Ящик, пшик – идеальная всеядная машина. В нее смотрят и вегетарианцы, и аскеты, и мясоеды, и кровожадные маньяки. В ней или в нем излагается через воспроизведение и впечатление понятие о том, какая есть высшая реальность сегодняшнего слова, высшая реальность сегодня. Это единство некой чаяной идеи и религия Вишну. Пока тебе!